Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Мы решили воспользоваться услугами хорошего русскоговорящего гида и устроить себе обзорную экскурсию по Дубаю. Здравствуйте, это вы нас ждете? Здравствуйте, меня Марина зовут. Да, Марина. Куда поедем? Рассказывайте. Куда? Куда заказали вы? А куда мы заказали? Забыли. На Арабскую Венецию. Где-то по пути заехать, в какой-то магазин остановиться. Я хочу купить чётки. Чёрные чёточки хочется. Тогда мы поедем сначала в Суп Мадина Джумера. Там вы купите себе чётки. Супер! Супер! Ну, великолепно! Любой каприз. Ну, вы видите, нам прям везет. Конечно. У нас теперь будет и красивый гид. Компетентный. Елена Ивановна, она сама главная, компетентный. Или главнее красивый, что лучше? Что главнее? Какие компетентные? Все-таки думаете, компетентный. А мне кажется, что для женщины главная красивая, чтобы была. Мы так всё знаем. Мы всё видели. По телевизору я имею в виду. Да нет, мы здесь не первый раз, а в пятый. Да, уже нет. Только два места отдыха. Мальдивы и Эмираты. Не, три, три, три. Это вы третье сказали. Турция, Мальдивы и Эмираты. А, вот так. Турция-то у нас номер один. Ну, конечно. Но, к сожалению, там... Закрыли? Закрыли. Коварство такое проявили, а раз и закрыли. Мы, в принципе, купили туда утюги. А, и вас теперь не направили, да? Нам говорят, всё, хватит баловаться, поедите в Арабские Эмираты. Ну, ладно, сделайте нам хуже. Ну, сделайте нам хуже. Накажите нас, да. Да, накажите, отправьте у нас в пятизвездный отель, да, с девятью ресторанами. Да, 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 посадите нас в сарай. Пожалуйста, мучиться мы идем. В сарай, да. Вот мы так и сделали. Там наша машина. Скажите, вот это наша машина? Ждет нас, Ирина, ну, знали, что проедет русская рок-звезда, и подогнали Роудс-Ройс. Пойдемте. Нам повезло, такого гида мы нашли. Звали ее Марина. Она живет в Дубае уже 20 лет. Город, по сути дела, строился на ее глазах. Поэтому она знает историю и достопримечательности Дубая очень хорошо. Думаю, что не хуже самих арабов. Все-таки наше высшее образование очень хорошо развивает мышление и умение изучать, запоминать и формулировать мысли. Экскурсия была очень интересной и познавательной, но очень продолжительной. Поэтому за один раз мы все вам не покажем и не расскажем, чтобы не утомлять вас длинными блогами. В сегодняшней серии мы вам расскажем об одном из самых интересных мест Дубая. Дубайской Венеции. И начнем мы с дубайского рынка местных арабских национальных вещей и изделий. Одежды, посуды, аксессуаров, ковров, золото. Но мы заехали сюда не потому, что гид, как это принято в Турции или в Египте, как само собой разумеющееся, завозит без спроса туристов во всякие магазины кожи и меха, золота по договоренности с владельцами за долю малую. Нет, я просто лично попросил нашего гида Марину заехать на какой-нибудь местный рынок или в магазин, чтобы купить себе четкий для съемок клипа на восточную песню, которую я уже сочинил на купленном Фендере Стратокастере. И нужно было делать натурные съемки в разных красивых колоритных местах и в той прекрасной восточной одежде, которую я приобрел в Эмирейтс Моу. Рынок называется Мадинат Джумейра. И это не просто навес с торговыми рядами, а некая достопримечательность Дубая. Архитектурно он выполнен в восточном стиле и здесь сочетается дух восточного базара с множеством современных бутиков. Ну что здесь можно приобрести? Персидские ковры ручной работы из Пакистана, Ирана, Афганистана, из других стран. Кашемировые вещи из Индии. Премиальную мебель в восточном стиле. Духи как индивидуального арабского производства, так и известных мировых марок. Различную восточную одежду, и мужскую, и женскую, и детскую. Здесь также богатый выбор и уникальной сувенирной продукции, и недорогой. Ну и конечно же, здесь в большом ассортименте представлены кожаные изделия, итальянские шубы, ювелирные изделия и швейцарские часы. В первую очередь, как вы сами понимаете, любимые всеми арабами ролексы. Участники рок-группы Волощука СД приобрели себе по нескольку восточных накидок, в которых можно и на пляж ходить, и просто погулять. А Волощук СД приобрел себе недорогие четки. Честно скажу, арабы сначала хотели мне впарить какие-то сапфировые четки за бешеные мульоны. Затем четки из бивней мамонта, уже за сумасшедшие тысячи долларов. И под конец из верблюжьей кости, те уже просто за тысячи дирхамов. Но Волощук СД, как настоящий демократичный рокер и борец за свободу, равенство и братство, настоял на пластмассовых четках за несколько десятков дирхам, так как понимал, что в кадре они будут смотреться не хуже сапфировых, которые за бешеные мульоны. Поэтому лидер рок-группы Волощук СД очень огорчил радушных продавцов, которые от самого чистого сердца предлагали ему самое лучшее за сумасшедшие тысячи. И в этом рынке, и возле рынка всегда много туристов. Так как здесь есть и что приобрести, и где вкусно поесть, так как здесь много ресторанов, и конечно же, здесь есть на что посмотреть, и на фоне чего сфотографироваться. Этот район называется Дубайской Венецией, так как здесь заложили несколько искусственных водоемов, соединенных друг с другом различными каналами с обустроенными живописными берегами. По этим каналам можно покататься, но не на венецианских гондолах, а на национальных лодках Арбах. Уважаемые любители рок-музыки, ну вы слышите родная речь везде. То есть русские люди теперь в Арабии. Наслаждаются видом Бурдж-Аль-Араба. С ресторанчиком, он видит такой ресторанчик там. И вот это место называют Арабской Венецией, видя тут все в каналах и в лодочках. Рядом в море, на насыпном острове, в 300 метрах от берега, стоит один из самых дорогих отелей Дубая, Бурдж-Аль-Араб, высотой 321 метр. Выполнен он в виде паруса. Когда правитель Дубая, шейх Мохаммед, пригласил западных архитекторов для проектирования отеля, то сказал, что нужно сделать так, чтобы отель узнавался с трех линий. И им удалось это сделать. Отель в виде паруса стал одним из символов Дубая. И узнаваем сразу же, как Эйфелева башня или храм Василия Блаженова. Так что, вот в таком вот элитном и известном на весь мир месте, я и приобрел для съемок клипа прекрасные четки. Если не ошибаюсь, где-то за 30 или 40 дирхам. То есть, за бешеные деньги. Теперь будет, что обсуждать моим многочисленным хейтерам, самым преданным поклонникам моего рокерского таланта. Уважаемые любители рок-музыки, ну как, похож я на арабского шейха или нет? Четочки-то я уже прикупил себе на базарчике на восточном. А теперь вот хочу сказать, ну как, она этого, похож она на монстра. Это мой старший брат, я вам говорил, что он еще не прилетел. Он еще прилетел уже, старший братик. Так что, смотрите там, бойтесь. Я теперь с одной стороны арабский шейх, а с другой, братец мой подлетел. С Альфа Омега или Андромеда. Она образовалась недавно, в 1971 году, всего лишь 50 лет назад. И вот жили они в хижинах из сухих пальмовых листьев. И когда страна образовалась и нашли здесь нефть, они решили, что все свои старые дома из сухих пальмовых листьев, они снесут и на их месте построят современный новый город. Но туристы мы приезжаем, хотим посмотреть, как жили раньше, как живут сейчас. А сравнить-то не с чем. Поэтому они решили, что во всех новых объектах должны звучать мотивы истории. И вот эти башни напоминают нам ветряные башни, с помощью которых они раньше охлаждали свои помещения. Раньше это было 4 деревянные стропила, обтянутые парусины. В 4 разных направления смотрят камеры этой башни и ловят прибрежный бриз. Морской воздух, он всегда прохладнее, чем пустынный. Соответственно, прохладный воздух, он всегда тяжелее, чем теплый. Попадая в 2 из этих камер, прохладный воздух опускался в жилье бедуина, охлаждал его градусов на 10-15 и, нагреваясь, через 2 другие камеры поднимался наверх. А вот на эти перекладины они еще ввешали мокрую парусину, для того, чтобы еще сильнее охладить помещение. Вот так вот, таким способом раньше, это не изобретение арабов на самом деле, это иранцы и китайцы изобрели вот такие вот ветряные башни. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки, как-то так, вкратце, о дубайской Венеции, отеле Бурдж-Аль-Араб и рынке Мадинат Джумейра с сапфировыми четками. Но учитывая то, что все вы занятые люди, на сегодня мы заканчиваем и продолжим нашу экскурсию завтра. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова